добрый вечер друзья тем кто в россии в московском регионе находится тем кто находится также как и я в сша добрый день я знаю что вы ждете я знаю что у нас будет много народу это традиционный эфир который называется стрим этот мир вместе суть его которая очень простая я беру одного человека из списка при выполненной заявки им и его консультирую в этот момент когда я произвожу с ним работу эффект исцеления получает тысячи людей которые также просматривают потому что во-первых история чисто логически очень сильно похожи у людей очень часто проблемы одни и те же но история стоящая за ними разная но когда человек получает оздоровительный эффект исцелитесь исцеляющий всех то также даже если вы ни разу не психолог не психотерапевт не сведущий психологии вообще человек вы также получаете напрямую минуя вашу логику минуя ваше рациональное мышление этот же положительный эффект и от этого наш мир становится лучше я в этом очень заинтересован чтобы у нас было мир во всем мире здоровье радость счастье осознанность и больше было бы любви тогда все гораздо проще в нашем мире хорошее будет происходить а то плохое то что случается она гораздо проще разрешается когда человек настроен на позитивную волну и плохое это просто результат отхода от гармонии более ничего и когда человек возвращает себе эту гармонию вместе с ним возвращает гармонию все его люди которые окружают или с кем он связан тогда наш мир становится абсолютно другим и прямо здесь сейчас мы с вами этот эту задачу и решаем это очень приятное ощущение в котором хочется в первую очередь с вами поделиться добрый вечер еще раз тем кто только-только присоединился я сейчас обращаюсь тем кто в москве московском регионе находится рассказать немного медитации селения сего рода как долго ее нужно практиковать ее практиковать нужно по вашему ощущению она дает вход в портал собственного рода в понимании информации которая там содержится и вы на уровне интуиции сами знаете сколько вам ее надо делать среднем человек кому-то неделю и уже хорошо потом оставляет это и возвращается к этому чуть позже кому-то надо месяц поработать над собой для того чтобы для того чтобы взять оздоровительный эффект дайте до той травмы осознать ее прочувствовать ее и понять почему осознать что сейчас данный момент на жизнь не так происходит но иногда иногда осознавать этого не нужно это происходит само единственная вся задача только слушать медитацию и все исцеление силу рода медитации по ссылке шапки аккаунта есть вся информация об актуальных тренингах о том что какие продукты есть либо вы зайдите прямо на сайт полаконин точка ком и там вы все подробно можете почитать давайте на вопросы по отвечаю иногда для этого времени нет как избавиться от очагового нейротермита значит разобрать все свои обиды которые у вас на данный момент накопились как проработать канцерофобию канцерофобия это страх смерти только замаскированные вот ощущение от канцера либо травма была получена от того что кто-то умер неожиданно вы быть к этому не готовы или шокирующая информация на пути найти этот шок переработать и тогда у вас канцерофобия исчезнет но самое главное не только снять себя с этого крючка открыться новому потоку если вы влюбитесь никакой канцерофобии вас голове не будет вот почему бы не влюбиться прямо здесь сейчас хотя бы в собственную жизнь и все станет на своим местам да поскать пожалуйста постоянно заложены сносы гоморит горло голова никак не могу разобраться появились после рождения дочери сопротивляйтесь родионов ван тому миру в котором в той ситуации в которой вы сейчас находитесь то есть вы скорее всего не были рождение готовы к рождению ребенка либо либо в вашем окружении кто-то этого не хотел а вы вы этому сопротивляетесь поэтому я вам сейчас внутренне подсказал что надо делать и как себя почувствовать и вам очень хорошо в медитации тоже делать на этим представлять зеленый цвет и наблюдать при этом что 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 происходит просто зеленый цвет доллары можете рассматривать или красивые зеленые наполнения или платья одеть него и вот наблюдая этот цвет вы начнете понимать и процесс быстрее разрешится что чтобы вы вышли из этого конфликта как вам америка прекрасно не везде хорошо в россии в америке в европе есть конечно любимые места я не скрою об этом часто говорю потому что у каждого свое место силы у каждого свое как бы направление движения в этом пространстве кого-то сейчас хорошо в китае несмотря на коронавирус кому-то хорошо в японии будет в этот момент времени до кого-то будет находиться в сша тоже америка очень огромная сторона ну соединенные штаты америки запад восток выбирайте чего хотите центр техас там и везде хорошо но надо чувствовать где ты должен быть в данный момент времени для то чтобы тебе было еще лучше чем долго сего момента поэтому все прекрасно конечно нюансы есть везде но есть как такие нюансы которые радуют есть и которые немножко удивляет но все можно принять и со всем можно взаимодействовать сильный спазм ше о чем говорит в данный момент что-то происходит что то что вас напрягает в голове и вы не справляетесь с этим в этом сопротивляетесь общую фразу могу только сказать аэрофобия после рождения ребенка почему вообще аэрофобия это что это на самом деле мы модифицированный страх закрытого пространства которым вы не управляете вот что это напоминает это напоминает состояние беременности когда вас могут вам могут сделать аборт вам могут начаться не пускать какие-то преждевременные роды либо что-то такое может помимо вашей воли произойти вот так переживается аэрофобия которая манифестируется очень часто с рождением ребенка или еще с каким-то там стрессом дело в том что как правило у аэрофобика все эти программы записаны на уровне перинатального то есть либо вас не хотели хотели от вас избавиться или там кто-то наставил на аборте либо какой-то страх резки пережила мама и это все запечатлевается в вашей памяти когда вы становитесь мамой это все актуализируется вот общая схема возникновения аэрофобии у женщин мужчин примерно то же самое тоже перинатальная травма я этом всегда нахожу не скажу не могу ты же чтобы сто процентов я миллион людей не смотрел по аэрофобиков если бы смотрел собирал бы статистику жесткую да тогда бы я точно утверждал предположительно это так всегда перинатальная травма которая актуализируется в другой ситуации как повысится на оценку любой к себе начните делать практики медитации для того чтобы ощущать любовь просто так к миру а потом самому себе медитация прощения вам в помощь по ссылке из шапки моего канта можете в дар скачать эту медитацию либо зайти напрямую на мой канал youtube и там она тоже есть поиск и забейте медитация прощения от им плакать на ютюбе если вам так проще либо скачать мобильное приложение центра семейной психологии артемы плакой на и она там будет вдав тоже ваш мобильный телефон прямо закачан и ее можно будет залить на ваш телефон и слушать без интернета и наслаждайтесь развивайте любовь к себе потому что как правило почувствовать эти вещи мешают обиды претензии к собственным родителям именно неправильно внушенные мысли кто вы есть что вы есть и медитация прощения позволяет это самостоятельно проработать и я даю там очень хорошее состояние и тысячи отзывов они уже это все подтверждают собственно пользуйтесь инструментом он распространяется в дар и знаете в чем плюс то большой когда вы сами эту работу выполняете от вас никто результат уже не заберет вы прям верите в то что вы это сами сделали когда я работу выполняя в чистом виде там рептоз делал еще что то то может быть какой-то вариант есть что человеку опять снова надо будет обращаться поэтому крайне важно и всегда говорю получать дополнительные знания которые бы укрепили эффект от психотерапии и либо от медитации для этого я всех приглашаю на свои сутки у нас мои тренинги или тренинги моих коллег где вы можете приобщиться к искусству самоисцеление и таким образом закрепить результат осознанно и этот навык уже никуда не денется потому что то что вы когда-то выучили там стих какой-нибудь школе или какой-нибудь иностранный язык вы это не забудете этот навык всегда с вами ваш мозг и ваше сознание ваше внимание уже адаптировался к этому и это стало вашей реальностью и поэтому пройдя этот опыт под моим там сказать присмотром или каким-то еще вы получите результат давайте кстати вкратце расскажу что у нас ближайшее время ожидается 15 уже числа очень рекомендую будет очень семинар в клинике на увита он не однодневный это четыре полных дня будет его проводить игр капитонов психолог психотерапевт который работает вместе со мной в моем центре и зачем этот семинар нужен вот тема самопрограммирования как мы себя заряжаем на успех на здоровье на хорошие счастливые отношения интересует всех вот вообще и многие догадываются из вас что мы как-то себя программируем мы как-то своими мыслями влияем на то что с нами происходит и если вы научитесь этому искусству самопрограммированию поймете что такое гипнотическое состояние а именно человек в этом состоянии себя гипнотизирует чем гипноз бывает разный гипноз то знаете такой императивный когда вас вашу волю кто-то там что сказать забирает и вы не можете ничего сделать либо гипноз без гипноза так называемая на мильтон эриксон когда-то об этом стал писать когда легкие какие-то вещи сном какого-то шаблона какая-то программирующая ситуация непривычная для вас вы вроде бы не спите но тем не менее вы начинаете ощущать то что происходит данный момент и вот такие мягкие техники они более удобоваримы когда не нужно подчинять волю человека когда надо просто создать ситуацию в которой у него эти изменения происходят и в данном случае этот эфир этому способствует я вас ввожу в состояние в котором вы вроде бы все контролируете все понимаете но эффект исцеления у вас наступает у героя вообще напрямую потому что с ним непосредственно работаю у всех кто слушает наступает косвенно за счет прослушивания нашего эфира даже если вы сильно на нем сосредоточены я все равно с вами работаю этот эффект тоже уже я отмечаю собственной работе потому что много лет практики работы помощи людям не прошли бесследно мне даже не надо напрягаться я появляюсь я разговариваю я нахожусь рядом и человеку становится легче и он начинает что-то понимать что он не понимал ранее когда я занимался много эзотерикой эти эффекты постоянно возникали в практике психотерапия как немножко оставил то в сторону но сейчас смотрю прямо это начинает нарастать люди сами пишут зашли на страницу что-то прочитали а нашли ответ совершенно на другой вопрос как я хотя об этом вообще не говорю либо у кого-то что-то перестало сразу болеть либо человек что-то такое важное для себя понял ведь у каждого своя правда да у своего своя жизнь и своей ситуации каждому должно прийти свое понимание свое исцеление от того чем человек в данный момент там обеспокоен или что его тревожит и эту норму ваше подсознание знает то есть вы знаете как быть здоровыми как быть счастливыми здесь вам америку никто не откроет задача просто очень простая открыть те знания которые внутри вас есть и это делается за счет преподавания психологических навыков и за счет того что вы просто находитесь в этой атмосфере поэтому навык нахождение в гипнотическом состоянии или в трансовом состоянии в медитативном это одно и то же просто немножко разная культура до слов или смысл который люди туда вкладывать но все это процесса абсолютно одна и то же это особое лечебное оздоровительное исцеляющее состояние в котором происходит это самое исцеление и просто внешне это может по-разному у некоторых специалистов в разных школах выглядеть поэтому приглашаю вас на искусство гипноза особенно те кто планирует потом прийти на мой очный семинар который называется практическая психосоматика а он уже будет сейчас скажу 14 марта в институте московском институте психоанализа я очень рекомендую пройти семинар игоря потому что получив навык управления собственными мыслями вы тогда лучше и проще освоите материал который я вам буду давать и а это база гипноз самый гипноз ухождение в транс это это база вообще понимание самого себя и управление своей жизнью и вот эту базу надо освоить это как азбука в школе если вы азбуку не выучили вы не сможете сочинять предложение не сможете писать сочинение и собственно освоение даже более тонких предметов химии физики будет затруднено потому что вы не понимаете текст вот а азбуку вы откроете для себя удивительно интересный мир который вам будет очень сильно показывать так друзья ну давайте перейдем героем а то я могу долго и интересно все рассказывать сейчас я посмотрю кто у нас сегодня заявился о заявок как обычно много так сейчас посмотрим 1 вижу татьяна сейчас смотрю если вы мне есть а вот что-то не хочет вас искать если вы мне списке большой вопрос а вот список не хочет пока то что у меня есть так сейчас смотрю если еще знакомые ники как которых я недавно носил или может быть они присутствуют друзья мои очень хочется брать тех людей которые с которыми я вообще не работаю да давайте посмотрим вот здесь алиса в балансе интересно у меня есть или нет алиса алиса нижнее подчеркивание и что-то вас алиса тоже не показывает с удовольствием бы вас взял мне интересуют люди которые что-то умеют в этом мире так где мне то правильно я написал сейчас посмотрю нет все правильно поэтому друзья сейчас найду героя кто у нас сегодня будет первым я кстати напоминаю что сегодня у меня будет три эфира вот этот эфира потом следующие про семейные отношения также буду брать героев и все в моем будут в инстаграм проводиться и третий эфир в инстаграме клуба будет в инстаграме будет клуба так что ждем так лена вовк 85 по-моему я вас недавно уносил и мне ваш ник лана верни да точно вы съесть давайте расходим люди ну чтобы долго не искать по списку здрасте как как вас величать лана или святлана 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 там у меня такие питания я не бачу правда свои изображения вы не бачите да вы знаете украинский я не так понимаю хорошо как я супруга поэтому постарайтесь по-русски говорить и у меня очень большая русская украинский украинский да хорошо тогда буду стараться на русском скажите как меня видно потому что я себя не вижу я вас вижу прекрасно не заморачиваться хорошо артем меня у меня панические атаки и вот сейчас как бы в медитациях прощения я разбираю это то есть и у моего папы и это было у его бабушки у его мамы бабушки мучают меня панические атаки и вот это такое вот ощущение я не знаю как это называется правильно агорафобия боясь куда-то выйти агорафобия боясь открытых пространств по площади вы не можете пройти где нет стен рядом понимать вас пугает нет даже не так я бы сказала меня просто пугает а само ощущение что я куда-то далеко отхожу от дома и я уже да 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 а дома и я боюсь вот этих уже панических атак через какое ощущение после того как вы выходите из своего дома вы начинаете чувствовать не понять не поняла как вы через какой еще вот сколько метров вам надо пройти чтоб начать это ощущать насколько вы себя позволяете отойти от дома ранее было такое что вообще во двор только могла выйти а сейчас это больше ну 100 метров 200 километров сколько ну да да не больше если сразу прыгните в машину как самочувствие хорошо а если едет за 10 километров от дома комфортно комфортно то есть должно быть какое-то пространство которое вас держит понятно да то есть как бы ограничено чем-то ну агрофагические переживания тут понятное дело есть хорошо дело не в диагнозе не надо себя в это углубляться глубоко это дело все-таки там профессионалов и психотерапевт психиатров да у нас задача такая как вам в этом помочь сколько вам лет кстати всего 31 31 давно это у вас 9 лет уже почти 9 лет то есть 22 лет да да а как это началось как это началось еще вот начну самого начала еще до 22 лет у меня была в семье такая проблема что у папы появилась другая женщина я я я очень нервничала да продолжать это делать так да переживала за маму переживала за папу они ссорились и постоянно сливали это на меня ну как бы семейные ссоры которые были у них они все сливали на меня один мама звонила жаловалась на папу папа звонил жаловалась на маму и так далее я постоянно была в нервах просто в нервах я не могла вынести уже это и ну потом ездили к каким-то там бабкам ну как в селе понимаете это сейчас я уже про другое думаю и очень нервничала потом получилось и так что ну как бы эти папки немного помогли что-то дальше случилось мы поехали на море я поехала со своим сейчас уже можно то время мы только встречались мы поехали на море и попали очень в аварию и вот сколько я уже себя начала разбирать что именно это паническое так это состояние я получила вот в той аварии у меня очень была тахикардия сильная я очень трусилась испугалась и меня аж сутки наверное просто трясло вам был 22 года когда эта авария произошла да вот летом это случилась авария и уже уже осенью уже осенью у меня получилось появились первые приступы это на то время я не знала что это паническая атака на то время мне я много сдавала анализа и не ставили диагнозы в сд все говорили все нормально и все нормально в сд нужно попить таблеточку успокоиться все но на самом деле ничего не помогало абсолютно ничего и я еще больше себя накрутила в этом плане наверное потому что я боялась и не знала что со мной происходит и вот это вот состояние оно все больше и больше накапливалось каком-то негативе я просто замкнулась замкнулась потом нашла человека который как бы лечит энергию да и она немножко дала мне веру какую-то ну и ходила к ней каждую неделю раз в неделю и она как бы говорила что ну вот и все будет у тебя нормально я вижу что у тебя все будет нормально нужно просто жить и радоваться но принимать с любовью и так далее но я не могу как бы как бы непонятно да как бы понимаю что ну она немножко меня подняла с этого состояния такого вообще ужасного состояния потому что было такое состояние что я как будто с ума скажу я понял светлана с этим все понятно да извините вас перебил просто у нас времени хочется вам объективным помочь скажите сейчас то что вы замужем вы не замужем да я замуж я замужем что делаете есть ребенок три с половиной года и вот и работали фрилансером из дому также работы осталось на той работе до декрета где работала ну вот чувство такой вот нервозность панической атаки когда появился ребенок поняла что это все мое и ребенок часто болеет там сопли и очень много было проблем с ребенком тонус повышен ребенок очень до полугода это вообще вообще были только ну крики ребенок был нервный понимаю что это все мое вот кстати когда родился ребенок он не привел меня к психосоматике и к пониманию тому что это такое на самом деле и уже не какие-то там бабки в сельях хорошее хорошее дело на самом деле потому что есть они же передают свое состояние вот этот заговор который как правило сопровождается это программирование вас другое дело что бывает что не хватает сил веры бабушки а бывает на такие классные бабушки да я часто слышу от клиентов кто чего ходил я вижу насколько хорошая работа была проведена с человеком и как она ему реально помогает поэтому я бы всех так под одну гребенку не ставил да просто подход вам не совсем на данном этапе подходит вам надо глубже работать и собственно достать те причины которыми вы пока не управляете вот я не понимаю откуда у меня берется это вот нервозность это вот боязнь очень просто смотрите что такое дом для вас это место где я могу контролировать свой мир а мир для вас это мама спад если они постоянно расходятся растаскивают меня а я постоянно решаю эту задачу то мой мозг уже на этом не тренировался потом происходит какая вещь я испытываю шоковую ситуацию когда мой мир может все-таки рухнуть авария и происходит манифестация того напряжения знаете как будто дизель взорвался вулкан вышел наружу и вы в шоке от того что произошла типа авария ваше сознание думает но на самом деле этот конфликт который сидел вырвался наружу и ваша часть опыта или вашего сознания пытается вас все время вернуть домой чтобы успокоиться чтобы занять родительский конфликт и пока он там я там пальцами рисую там внутри сидит вы не сможете контролировать свое поведение и свое место в этом мире вам все время нужно возвращаться домой чтобы решить эту задачу в которую вас втравили ну как бы загипнотизировали вас ваши родители которые к сожалению кое-что делали неправильно понятно да? да поэтому дело не в аварии авария просто спровоцировала улыбка наружу а ты платишь? ну да вот это я уже сейчас понимаю слушаю ваше видео и я понимаю что это для чего-то надо было окей как сейчас самочувствие? ну вот так вот нервничаю давайте заберу глаз когда ты да давайте сейчас представим самый страшный ужас который может происходить самый момент который вас больше всего пугает вот и ваши ощущения которые в этот момент возникают ну вот пугает что со мной что-то вот случится вот я боюсь где-то выйти я боюсь этих вот панических атак что со мной что-то случится что я упаду вот какое-то такое состояние да как вы чувствуете? я тахикардия начинается я начинаю как бы труситься вот все трусится и такое ощущение что я не вижу перед собой ничего как-то хочу сразу бежать домой хочу сразу бежать домой такое впечатление что я не вижу ни людей ничего как в оболочке какой-то вот представьте что вы вышли куда-нибудь на открытое пространство вы в городе живете или в селе? да в городе в городе да вышли в какую-нибудь центральную площадь там наверное она как город называется? Венеция Украина в городе Венеция вышли на центральную площадь и это далеко от дома наверное ну там километр или сколько там и у вас начинает подкатывать страх того что сейчас наступит паническая атака и вы рухнете прямо здесь на пол или сойдете с ума так происходит? угу что чувствуете в этот момент? ну вот здесь поджимают в грудной клетке как бы и в бронхой в виде да вот какое-то такое сжатие оно здесь мне хочет прям вытолкнуться что-то вот поймали это ощущение сколько полных лет сейчас 31 поймали это ощущение посмотрим когда на самом деле это образовалось и какая там еще травма за этим стоит и так скажите себе мне 25 остается это ощущение в теле вашем? наверное да без навязки 20 лет как-то вздохнуло аж легко осталось нету 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 как-то пропал да вот слышу только сердцебиение а здесь как раз нету 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 ниучше нету нету не чувствую только что сердце очень длина все чувствуешься в победе 1 1 год сейчас почувствовала как по спине так позвоночник такое как бы как раз а вот как будто меня кто-то рукой взял это красный сжатие какое-то сердцем как так и торги ну есть это я волнуюсь мне нет ни один день я золотил свою маму как щи какой-то снова здесь вознение раз подошел чуть-чуть солнечного сплетения щит ощущение мамин или папина я думаю что это папина потому что у папы это есть папе сколько было ли подавались а 32 я оказал николай я папа коля мне 32 года как че есть и опять это хикардия усилилась я я папа николай мне 10 бросила в жар все тело бронхи что и сердце чувствует есть пустота как бы а вот такое как поток у раз оба весь жара бросил давайте сократим время я задам очень просто вопрос этот порядок с которым начался комплект темы сочувствуем еще дали вы тяжело мне сосредоточиться так как-то я мы сочувствуем это бабушка наверно это бабушка это папина мама потому что и я это еще говорю потому что насколько я уже папы спрашивала он сказал что у него давайте выключим что спрашивали папа давайте спрашиваем вашего тела ну лучше даже значит папа и так я я тот предок сколько мне когда началась эта проблема сразу цифра пришла 30 что происходит мы же какое-то ругательство кого с кем вот бабушки с дедушкой с мужем вот вот как мне папа рассказывал вот сейчас мне так в голову пришло какой-то вот бабушка берет его за плечи вот и как бы шатает потому что он часто пил вот был постоянно таком состоянии ну пил постоянно и ну и как будто сейчас вот и говорю даже как будто вижу картинку как она его берет так вот за плечик он пианый и она его шагает и она как будто недовольная нервная вот этой ситуации из леса на него наверно что она чувствует этот момент злость вот такой прям вот взять зубами есть злость вот такая прям за что нервис нервис за что за такое состояние наверное пианство что он сделал но пьет он ему хочется пусть пьет она почему страдает и тяжело самой наверное то что а чувствуете такая мысль да а моя жизнь закончилась рядом с таким алкоголиком но не то что находится самоубийством закончить а просто самооценка себе так своей ситуации ощущается просто ну даже не знаю как то вот когда-то картинка приставилась как будто да вот как будто она злая и типа как да да сколько еще можно типа да знать на себя как как мальбом я в доке где в доте я в доке я я в доте кия правильно да я в доке я окей я бабушки и в доке мне один день я в животе у своей мамы как там ощущение ну хорошо и здесь то что чувствует тахикардию а так в принципе ничего представьте что в этом возрасте к вам приходит бог и говорит дорогая в доке в твоей жизни получится так что ты выйдешь замуж за мужчину который будет выпивать ему будет безразличными твои чувства и однажды ты настолько разозлишься что будешь недовольна и таскать его если его плечи и в этот момент ты подумаешь что твоя жизнь закончилась что ничего хорошего прекрасного светлого уже не будет и что твоя семейная жизнь это сплостной сил но это все к люблю любви к радости и к счастью это к тому чтобы ты чувствовал всегда себя счастливой самодостаточной в будущем уверенной себе женщины которые испытывают от жизни огромное удовольствие и наслаждается мир каждый мир на своей жизни просто так это потому что все твои потомки были бы абсолютно здоровы и счастливы и самодостаточны и кайфовали от своей жизни как ощущение без изменений как чувства тахикардии такие карте чувства в области волнение а какой волнение как это нарисуйте что-то какая-то гликардия пишите какое волнение ну вот чувствую как сердце вот вырывается прямо такое как что-то как что-то неприятное вот прямо что неприятно давайте там еще ракуна что комплект прорывается на руках то неприятно не понимаю какое то сейчас вообще дрожь по всему еще хуже как осталось вещим ощущения я в доте за один год до мало защиты к общению очень сердце заходит саши как-то мне страшно становится за что не знаю чтобы смотреть да когда нет физической жизни ничего не страшно на самом деле просто вы можете что-то испытывать что испытываю чего чувствую как все тело сейчас прям дрожит так вот но и как по внутри от чего от какой мысли это происходит за год до моего зачатия со мной что-то что случится плохое вот что плохое что что может плохого случиться моей жизни которые боясь и смерти этого меня есть вот че-то ощущение я думаю что дело глубже и так я тот предок с которым нашелся этот комплект темы сочувствуем еще дали очень мужчиной почему-то так сколько мне лет тяжело сосредоточиться ну что-то такое опять 30 или 45 что то что со мной происходит это наверное угроза жизни но это то что пусть первые мысли приходят в голову нас первый интересует какая угроза угроза самой жизни в результате какой ситуация подняка почему-то как это какой-то взрыв какая наверное это война или что какой-то как взрыва и земля все черное что-то такое не знаю почему что происходит со мной когда происходит взрыв человек который убегает очень какая-то вот такая встряска боязнь у нее оглушение наступать все рядом что-то взрывается и у меня глушение да и мысль мелькает что я сейчас умру да вот такое и вот сейчас как будто ощущая как будто то что-то взорвалось а я сама бегу вот отлично и как я я этот предок ни один день я вживотил свою маму в этот момент как все там чувствуешь нормально в этот момент ко мне приходит бог и говорит дорогой в твоей жизни полностью так что ты окажешься на войне и однажды рядом с тобой разорвется снаряд и ты будешь думать что ты умрешь потому что это будет очень громко неожиданно для тебя и у тебя наступит легкое оглашение но это все к любви к радости и к счастью это потому что ты себя чувствовал что я бог в твоем сердце всегда и что с тобой будет все в порядке и что у всех твоих потомков все тоже будет в порядке что жизнь дебя дарована и с тобой все будет хорошо это потому что ты любил себя таким какой-то есть он слабился как 1 минус вы что говорили происходяло общение как-то в теле легко стало дрожь прошла что единственное что выскакивает но это может быть из-за того что я пугаюсь вот и какая-то такой пугливый не знаю но все дрожь дрожь и вот это прошло то сердце наблюдать тофикардия повышенная сердцебиение наблюдать что сейчас происходит просто посмотрите когда работаешь с третьим четвертым пятым поколением время нужно побольше поэтому очень важно чтобы ускорить процесс понаблюдать то есть просто обратить новую артем но вот вот так вот только что вот проговаривали да вот то что вы проговорили и будет угроза жизни что ты умрешь и меня вот эти слова больше в голове заседает и умрешь нежели то что вы говорите далее так ли мне все равно что заседает вашей голове я работаю не с вашей головы ваша голова это следствие прибор для включения сознания я работаю с более глубинными структурами которые можете даже не осознавать поэтому я спрошу всего только одно понаблюдайте своим сердцем что сейчас не происходит а все остальное пообъясню позже если вам это нужно будет все хотят объяснить всегда да ну да уже не такая вот ахикардия уже не такое прям как было что дальше сердце как вы чувствуете вы лично ну вот чувствуя как она стучит прямо во всей груди и дальше с инфессивностью это ощущение что происходит понаблюдать печет как бы уже здесь печет в груди где сердце настроение как ну как бы как бы да как бы какая-то радость появилась но и все равно вот это ощущение сейчас вот груди я вот здесь прям печет где сердце допустим что все же плохой смешно горчичник поставлен горчичник поставлены да вот вот точно вот точно такое вот ощущение блок ваша боль прорабатывается поэтому такое ощущение тепло это всегда хорошо сюда вот прямо горячо так горячо вот идет вот отсюда прям до сердца вот прям вот эта сторона сейчас горит сердце теперь возвращаемся на площадь с которой вашем городе находится вы оказались там никого вокруг нет как ощущение ну хочется как бы там вот не пугаться вот хочется наслаждаться тем что я могу вот так хоть и где-то далеко в голове удается представить в голове вот представляю это но все равно какая есть боясь или смогу ли я точно сейчас еще одну тему вашу разберем это открыть себе мне один день я в животе у свою маму как ощущение хорошо в этот момент приходит ко мне бог и говорит дорогая цвета в твоей жизни получится так что твои родители будут постоянно ругаться и выяснить отношения через тебя каждый будет говорить о том кто другой из них будет плох и на себя этот конфликт будет лично сливаться но это все к любви к радости и к счастью это к тому что ты кайфовала твоей жизни получал от нее огромное удовольствие это потому что ты чувствовал свою женскую природу и понимала на самом деле что ты сама решаешь что в твоей жизни будет происходить и если так получится что однажды попадешь в автомобильную катастрофу и после этого ты испугаешься за свою жизнь это потому что ты стала и после этого испытывать огромную радость счастья и наслаждение и радость каждого мига просто так и без всяких условий вообще как-то приятно вот приятно встала и так вспомнил это все родители ругаются как ощущение папа звонит говорит мама дура там не словно там обычно вот хочется сказать ну то ладно разбирайтесь сами как вы это чувствуете когда вот сейчас как будто воздуха не хватает хочется вдохнуть хорошо выдохнуть но вот есть сейчас опять какая-то дрожь в теле почему-то появляется вот дрожь на уже не такая как было но есть вот эта дрожь немножко вот такой вот я сейчас объясню одну простую вещь когда мы видим или слышим отрицательную информацию от близких людей она конечно же нас воздействует но когда у нас внутри не сломан стержень нам по барабану ну да естественно если вы узнаете там вам позвонит подруга скажет ты знаешь я там не знаю заболел чем-то данный диагноз поставил вы конечно же включите свою эмоцию но если у вас стержень не сломан как с гусевода через два дня вы об этом забудете если вы сами в шоке находитесь то этот шок пролетит к второму и вас это вы это будете спать и видеть в своей голове понятно в чем хочется поэтому когда мы вспоминаем негативные моменты может быть немного там просто по волну но внутри это не проходит глубоко изнутри идет сейчас свет и то есть весьма неплохо поэтому жжет внутри и процесс трансформации идет дальше как сумасшись ну как ну как-то уже потеплее как-то как-то вот так медленно становится лучше в лучшую сторону ну насколько вы себе позволяете осознать это я внутри это вижу что все уже по-другому но вам нужно потому что вы догнали это делают до нужно время и вот я замечаю и вообще все это ув spices который не привык доверять лучи которые все проверяете анализирует да 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 то что сразу соглашаться ли вид ехать туда или не ехать, да? Да, есть такое. Помимо, ну, так сказать, такая параноидная немножко черта у вас есть, кайфить от жизни, хватит думать. Вам мозг вообще мешает жить, понимаете, да? Да. Вам все надо знать, все надо подстраховаться. Хватит уже, забудьте об этом. Вы же не можете управлять молекулами кислорода, которые вокруг вас. Зачем вам это нужно? Да, вот есть у меня такое. И на ребенка бываю, срываюсь, раздражаюсь. Родите пятерых, и все будет нормально. Вы сразу поймете, что мир – это штука, которую ты не можешь контролировать, и в этом есть контроль. Понятно? Да. Ну, все, понаблюдайте за собой через пару дней. Еще можно вопрос один по предназначению, потому что здесь у меня есть два направления, которые меня интересуют, но я не могу разобраться. Какой первый пара? Первое – это я хотела учиться быть на программистах, я работала контент-менеджером и модератором, хотелось бы что-то повыше на программистах. Или сейчас у меня уже, судя по вашим курсам, что я прохожу, я уже смотрю, мне хочется открыть свой магазин по здоровому питанию, продукты здорового питания. И вот я думаю, то или то, и, ну, вот, не знаю, не могу еще решиться. Да, и то, и другое, и третье, и четвертое, вы можете делать без всяких проблем. Позвольте себе это осуществить и то, и другое. Это вообще одно другом не мешает. Вы можете заниматься технологиями одновременно, да, и открывать магазины, какие хотите. Тем более нишу, видите, вам же интересно, вам приятно дарить людям радость. Вы, на самом деле, все это пилает, но вы очень скромны. Скромная со своей паранойей, понимаете, да, и это вам мешает. А вы не хотите делать. Я говорю, вот, рекомендация стать матерью пять раз, она не лишена смысла. Это настолько меняет мир, когда ты не можешь все контролировать, но одновременно это происходит. А вот сейчас мне еще очень интересно вот работа, да, психотерапевта. Я увлеклась вот курсами, да, и увлеклась вообще пониманием психосоматики. И, честно говоря, у меня сейчас такое есть, когда что-то, ну, даже подружка мне что-то рассказывает, у меня тут то случилось, я смотрю, у меня такое впечатление, что я как бы вот знаю решение ее проблемы. И, ну, судя даже по той самой психосоматике. Я вам сейчас открою тайну, да, люди, у которых есть психоэмоциональные расстройства, или они были, панические атаки, тревоги, фобии, они все экстрасенсы, только они об этом не догадываются, потому что благодаря этой чувствительности они начинают очень резко ощущать эмоциональные травмы, которые выходят за рамки физической реальности. Поэтому они приходят, доктор, доктор, у меня сердце болит, да, у меня сейчас сосуд лопнет, он ничего изучает, ничего не видит, да, и через какое-то время поворачивает сознание в сторону психиатрии. Ну, к сожалению, а не психотерапия, ну, или как придется, да. И тогда человек начинает думать, может, что-то у меня все-таки с мыслями не то, а как это с мыслями, да, и тогда человек, значит, начинает духовно расти. Когда он растет, он начинает понимать, что мысли – это сила, ими можно управлять, и чувства – это сила. Ими тоже надо учиться управлять. Не управлять. Такой маленький парадокс. Вот. И это очень интересно. Поэтому благодаря этой проблеме вы приходите к себе, к своему внутреннему миру. И у всех людей, у которых вот эти проблемы есть, они делают точно такой же путь, как у меня. Поэтому я с вами так подольше работал, потому что у вас очень показательный случай, и открывающий многое представление о много, так сказать, уровневости проблем – это какие шаги человек делает в преодолении. Понятно? Да. Поэтому изучайте дальше. Какой вы, кстати, проходили? Или про какой сейчас? Прорыв личной жизни и сейчас исцеление. Исцеление. Ну, только надо так это, поинтенсивнее работать, и все будет еще гораздо лучше. Но просто травма, которая вам досталась, она пока была сопределом нашей состоятельности, да? Ну, ничего, все это легко поправить. Скоро интуиция будет. Да. Да. Хочу тоже на интуицию. Вот мне вот интересно стал вот этот вот курс интуиции, потому что я посмотрела там вот человека даже по фото понимать, да? И мне так вот стало интересно, что вот я вижу человека, и как будто я знаю уже решение. И хотелось спросить, ну, когда меня человек об этом спрашивает, я могу об этом говорить, я могу делать эти подсказки, или не лезь туда, куда не нужно? А, не лезь туда, куда не надо. Можно предложить помощь, как это я делал вначале, у вас проблема, давай себе помогу. Если человек говорит, да, слушай, интересно, ну, да, будем мы работать? Не говорить, ну, как ты, зачем ты? Вот не надо лезть, да, с этим делом. Можно писать в своем инстаграме прогнозы, да, относительно кого-то, там, политические прогнозы, еще какие-нибудь. Ну, так, если у вас на эту тему тянет. Вот я задумалась об этом в инстаграме писать о психосоматике и о здоровой идее, честно говоря. Вот, 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 пишите. Ну, я говорю, что развивайтесь, это вам, ну, у вас мир перевернется, в ближайшие, там, 2-3 месяца, вы поймете, насколько это классно, да, и сколько вас разряжает. А года через три уже старых состояний вообще ничего не останется, вы обретете полную уверенность в себе и будете делать то, что захотите. Понятно? Да, благодарю. Ну, все, все. У вас прекрасный русский, то есть не обязательно вам было напрягаться. Спасибо. Благодарю, Артем. Ну, все, давайте, счастливо, да. Благодарю. До свидания. Ну, вот, друзья, я подольше поработал, может быть, я не успею в этом эфире уже взять никакого героя. Давайте я расскажу о том, что в ближайшее время будет происходить, чтобы вы были в курсе. Итак, 15-го числа будет в Клинике Новгорода в Москве семинар по самопрограммированию или по, как называется, искусству гипноза. Это, на самом деле, одно и то же. Эти навыки очень нужны каждому из вас. Умение входить в состояние, понимать свой внутренний голос и управлять собой. Для того, чтобы двинуться по собственному развитию и своей компетентности, чем бы вы ни занимались. Семью вы улучшаете, в бизнесе вы хотите расти, либо вы хотите какой-то прогресс еще сделать где-то, да. Навык управления собой очень важен. А то, как вы себя программируете, либо делаете это совершенно неосознанно, да, это тот механизм, который надо изучать. Поэтому я всех приглашаю на семинар к Игору, который 15-го числа уже стартует. По ссылке из шатки аккаунта можно получить всю информацию. Дальше, 16-го числа. Друзья, кто меня смотрит из Майами в записи или в прямом эфире, напишите. У меня там один или два поста назад была информация, что я организовываю встречу. Она будет 16-го числа. Завтра придет подтверждение насчет помещения. И тогда точно я это анонсирую. Собственно, если вы хотите, просто пишите. Хочу на встречу. И тогда вам пришлют через некоторое время условия, как туда попасть. И что интересно, скорее всего, я, может быть, вместе с Александром выступлю на этой встрече. Ты сначала, она там часик почитает. Одна будет книга ее, раскреплена в даром. В США пока только три книги пришло. Одну мы уже подарили, вторую подарим там, третью кое-куда перешнем еще. И таким образом вы станете первым обладателем в Соединенных Штатах Америки книги, которая только-только вышла в Россию. Дальше, 22-го числа, с февраля, будет интуитивный моделирование реальности или тренинг по раскрытию интуиции. И 14-го марта уже стартует практическая психосоматика в институте психоанализа. Тоже по ссылке в шатке Майоканта уже есть информация. Ну, а психосоматика родовых связей, следующий семинар, я чуть позже вывешу анонс, он тоже будет в конце марта, в начале апреля. Так, ну что, друзья, сколько у нас осталось? 7 минут в этом эфире. Я могу сейчас... Нет, героя на ней не буду брать, потому что я не успею хорошо поработать, а я такой человек, который любит делать хорошо и прям доводить дело до результата. Вот. И давайте тогда я отвечу на ваши вопросы, потом я перезапущу эфир, и будет уже сила безусловной любви, где я буду разобрать личные или семейные проблемы, которые, ну, смотря которые эфир, также будете вы получать ответы на ваши личные вопросы, которые у вас есть. Так, давайте на вопросы. Не могу провести медитацию прощения, ноги начинают дергаться. Пока сопротивление есть, просто пробуйте и все, не напрягайтесь. Медитацию прощения можно сделать от лица другого человека, бабушки, например, и как правильно это делать? Вот как раз медитация исцеления силы рода, она это делает. То есть, если вам сложно это понять, просто ее приобретите, скачайте, там не очень дорого все стоит, и тренируйтесь, вам все просто. Так, спасибо большое, страх действовать, лейкоплакей, шепки марки. И что, вот вы пишете диагноз, что, вопрос-то в чем? Про эпилепсию скажите. Лекции про эпилепсию в медицинском институте составляют несколько дней. Вам что рассказать? Задавайте более точный адресный вопрос, тогда я пойму, что вам на самом деле нужно. Причина псориаза. Очень понятная тема. Я много про это писал, потому что сам был болен псориазом, у меня было 80% поражения кожи. Ну, все, кроме лица, было поражено. Сейчас руки, ноги, слава богу, у меня чистые, и я исцелился благодаря институту. У каждого, может быть, несколько свой путь исцеления, но суть очень простая. Когда вы осознаете конфликты с собой и их трансформируете, у вас псориаз уходит. Но основной психосоматический конфликт – это страх потери контакта. То есть, или реального, который произошел. Развод родителей, расставание с любимым человеком, потери работы. То есть, резко что-то теряется, что для вас было дорого. С чем вы все время хотели контактировать? Где вы были чувственны? И вот после этого запускается, после этой травмы запускается процесс манифестации псориаза. Он может не сразу восхищать, он может в течение года возникнуть. Либо эта травма может достаться по наследству. И, собственно, так он запускается. Нейродермит, в отличие от него, если кто страдает, это неприятие существующих контактов. Это вот часто дети болеют, когда они не могут родителей послать на трибуки. Ну, вот все время атмосфера вот такая ужасная. И, как правило, в раннем детстве это все дело происходит. И потом у детей там в 3-4 года на коже нейродермит вылезает. Или чуть-чуть похоже. Так, поэтому вкратце рассказал. Болезнь в женской груди всегда две темы. Во-первых, разные диагнозы, зависит от инфективности конфликта. Легкий конфликт будет, ну, это само, мастопатия, так называемая. Резкий, сильный конфликт, шотлый конфликт, тогда будет уже онкология. Грудь – это область кормления детей и, может быть, результатом адаптации к травме, когда с детьми что-то не так. Либо с партнером что-то не так. Поэтому женщина, в отличие от мужчин, обладает чуть большей молочной железой, которая вскармливает. Так вот, если я виновата в том, что я не могла скормить мужчину, что он от меня убежал, куда-то ушел, или он как-то со мной некомфортно себя чувствовал, тогда это может запуститься. И у меня было очень много, так сказать, в работе, историй, причем там недавно-то работал, как раз тоже два анамнеза. Муж бросил жену через год, а у него рак в народном суда, потом, к сожалению, умерла. Но это просто я с ребенком работал. Потому что эта травма никуда не делась, она потом передалась по наследству. И по-другому немножечко проявилась. Мы это дело разбирали, отрабатывали. И либо, так сказать, с детьми что-то не так, беспокойство одеть. Тоже ребенок вдруг заболел, и мама беспокоится, и, собственно, потом в руке ей умудается это дело компенсировать. Так, у меня после этого эфира почему-то появилась дрожь из Жени в городе. Может такое быть? Может быть. Но главное, что вы на душе вам хорошо. А в теле может быть дрожь. Когда у вас блоки есть, тело потом может разблокироваться. Это сопровождается вот этими ощущениями. Когда жжать начинает, дрожь появляется и так далее. Но это на самом деле приятное ощущение. Как будто вот вы, допустим, тренируетесь, поднимаете тяжесть, и тоже мышцы могут трястись. И потом вот такое гудение остается в мышцах после тренировки. Вот это ощущение как раз проработки энергии. Мне еще интересно все отражать. С чего начать? Полюбить себя. Болит левый бокс, все обследование, ничего не нашли. Проверка позвоночника. Это может быть и радиация подвыбиха просто-напросто. То, что вы обследовали 100%. Взяли даже обычные мордепы, посмотрели. Доктора, неврологи на это не обращают внимания. Подадите к остопату, подадите к мануальному терапевту, чтобы посмотрел. Может быть у вас просто подвыбих есть. То есть компрессия позвонка, она очень часто дает боли в совершенно других местах. Так, 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 так. Меня плохо слышно. Не знаю, вроде бы я громко разговариваю и со звуком все хорошо. Так, прекрасно слышно. Так, неврит носового нерва. Ну, на разгружение того, что видеть я не хочу. Хотя, еще раз говоря, такие вот сложносочиненные диагнозы, там неврит и так далее, надо смотреть. В общем, нерв у вас воспалился, да. Где нужный сигнал перенет, почему? Так, сейчас. Сколько нужно времени, чтобы прочувствовать медитацию прочей и не отвлекаться от визуализации? Всем индивидуально. Только сразу в течение трех месяцев. Если отец покончил жизнь самоубийством, это влияет негатив на жизнь дочери? Да. Если тем более она, ну, так сказать, не прожила это, не прожила его травм. То есть, в любом случае, надо общиться их родителям, какие бы они ошибки не совершали. И тогда их ошибки не будут на вас въездить. Вот и все. Не судим, не судим будешь. Поэтому, когда ты это не чувствуешь, это не передаем, даже если там, тут вот редак тысячи раз ошибался, да, это нечего ты себя влияет. Так, проще говоря, я сейчас не скажу, я с ним не работал. Почему у меня не сработала медитация прощения? А на что она должна сработать? То есть, в вашем случае, какую цель вы ставили? Скиллос в третьей степени. Какая психосоматика? Невыносимый груз. Что-то я несу по жизни, меня это скручивает. Грузик. Эпилепсия – шоковая реакция. Шоковая реакция, когда я куда-то не могу пойти. То есть, какая-то ситуация с хождением. Потому что эпилепсия обычно выключает сознание у человека, и он падает. И вот...